Отважный воин Он был этот человек в 11 веке до нашей эры, то есть до Рождества нашего Господа и Спасителя, Иисуса Христа, и звали этого человека Ге-де-он. Скажите, Ге-де-он? Аллилуйя. Мы иногда думаем, что Бог имеет дело с суперлюдьми. Когда читаешь Священное Писание и понимаешь, какие вещи делал Моисей, какие вещи, что через Илью сделал Бог, что через Елисея сделал Бог, что через Авраама сделал Бог. То читая, ты пугаешься и думаешь, кто я такой? Кто я такой? И что я могу сделать для такого большого и великого Бога? Что я могу? Друзья, не огорчайтесь. Апостол Иаков вдохновляет вас. В пятой главе он говорит такие слова. Илья был человек. Первое. Не суперчеловек, не супермен. Илья был человек, подобный нам. Илья был человек, подобный нам. И я верю в то, что все пророки и все слуги Божии, все призванные Богом, которые совершали великие вещи, чудеса и знамения, от жезла которых расступалось Красное море, все это совершали не просто они сами, все это совершал через них Бог. Бог, скажи Бог. Просто они ответили на Его призвание, стали сосудом Божьим, который носили славу Божию в сокрушенном и смиренном сердце. Бог по-прежнему имеет дело на этой земле с людьми. Священное Писание – это книга о желании Бога вернуть человека в Эдемский сад, назад в свои объятия. То, о чем мы пели «В объятия Твоих, в объятия Твоих хочу бежать». Не человек проявлял усердие, не человек проявлял старание. Бог проявлял всегда инициативу и делал шаг навстречу народу, которого Он избрал. Любовью вечную я возлюбил Тебя, в наследие свое я избрал Тебя. И поэтому в Евангелии Теана Иисус Христос повторяет эту мысль своим ученикам. И каждому из нас Он говорит, что не вы Меня избрали. Ребята, не путайте эти вещи. Я избрал вас. Не вы. Я избрал вас. Это Моя милость. Это Моя благодать. Неужели вам недостаточно того, что вы были никем, что вы погибали, что вы погибали от своих болезней. Кто-то загибался в нищете, кто-то от наркотиков, кто-то от алкоголя. Но Я пришел в вашу жизнь. Я нашел вас. Я избрал вас. Я избил вас в свое царство. Я обнял вас. Я исцелил вас. Я ваш Бог. Поэтому я просто-напросто хочу, чтобы вы шли и приносили плод. Плод правды. Плод мира. Плод радости. И плод любви в этом мире. Ведь это же можно делать. Ведь это же мы можем делать, друзья. Мы можем это делать. Я верю в это. Я верю в то, что здесь все признанные люди. Я верю в то, что каждого из вас Бог призвал с определенной целью. Не просто быть призванным, но быть кем-то. Майлз Монро в одной из своих книг написал замечательные слова, которые мне очень нравятся. Он сказал, трагедия не смерть. Трагедия это не смерть. Трагедия это жизнь, с которой ты не знаешь, что делать. Понимаете? Жизнь это трагедия, когда ты живешь, и ты не знаешь, что тебе делать с твоей жизнью. Особенно, когда ты молод. Тебе кажется, что вот, не видно небес. Вот, все туда. Мне уже в 44 кажется, что все уже вот. Бежит просто. Бежит, бежит, бежит. Вот тут недавно рассказывает, мы смотрим видео, твоя дочь, там маленькая, ножка не болтает. Так красок много в дизайне Бога. Там нет, ну, нет. Поет с тобой. Уже 22 года с половиной моей дочери. Ну так вот, знаете, время так вот. Но мы в царстве Божьем. Друзья, мы не стареем. Мне 44. Я могу пробежать 10 километров легко на зарядку. И я люблю славить Бога. Я люблю поклоняться Ему. Прыгать, как будто молодой заводной энергайзер. Потому что Бог, знаете, исцелил каждого из нас. Дал нам силу. Дал нам всю свою благодать. Так удивительно, знаете, я люблю свидетельствовать о том, что я в прошлом году прошел, сделал все обследование. Всех-всех-всех-всех врачей прошел. Я-то знал, что я здоров. Знаете, у меня нет ни одной болезни в 44 года. Когда мне говорят, вот там вот надо было идти делать прививку. Я говорю, спасибо, мне Господь сделал прививку, ее достаточно. Я не говорю, что так для всех надо. Я просто о себе говорю. Понимаете, кому-то надо укол, большой надо колоть укол. Там, чтобы, знаешь, жидкость была, мозг. Потому что мы, знаете, очень духовными стали. А вот тело сборно, он мне очень понравилось. Он говорит, сердце человека маленькое, а голова большая. Как ты думаешь, почему Бог сделал мозг больше сердца? Чтобы ты думал им. Размышлял над Словом Божиим. Ведь написано в Писании, возлюби Господа Бога не только всем сердцем, но всего еще и разумением своим. И разумением своим нам нужна мудрость. И мы должны понимать, как все действует и работает в Царстве Божьем. Мало просто слышать Слово Божие. Слово Божие еще нужно верить. Знаете, вот у меня тут есть ваша национальная валюта гривны. Достоинства, правда, разных достоинств. 50 вот и 5 гривен, правда? И если у меня вот этих денежек не будет у вас в стране, мне в магазине же ничего не дадут, правильно? Не дадут. Акрас нельзя. А кушать хочется. Поэтому что нужно иметь? Денежки. Для того, чтобы в вашей стране я мог что-то купить. Мне нужна валюта. Ваши деньги. Мне нужны ваши деньги. Гривны. Так и в Царстве Божьем. Апостол Павел пишет послание евреям в 4 главе. Хотя сегодня некоторые спорят, действительно ли апостолу Павлу принадлежит это послание или какому-то другому посланию. Но неважно. Однако есть послание к евреям, и в 4 главе, в 3 стихе, по-моему, написано, что не принесло им пользы Слово слышное. Вы знаете, Слово Божие может проповедоваться, но оно не может принести пользы. Почему? Нерастворенное верою слушающих. Так вот, Слово Божие посылается для того, чтобы принести пользу. Мне очень понравилось сказать сегодня очень простые, такие практические, еврейские, мудрые вещи проповедовал Валентин. Потому что мы иногда, знаете, играем в такие игры, мы говорим, что вот мы строим эти духовные жертвенники, знаете, нам деньги не нужны. Мы все такие супердуховные. Домой приходим и молимся, Господь, дай 300 долларов, дай 300 долларов, дай 300 долларов. Надо за это заплатить, за это надо заплатить. Нам нужны деньги. И на этой земле. Я не буду о деньгах проповедовать. Я просто как пример привел. Знаете, ну, мы должны быть честными, мы должны быть искренними с Богом. Я в это верю. И поэтому Бог говорит, что без веры вы мне угодить вообще никак не можете. Поэтому валюта, которая ходит в Царстве Божьем, это вера, на которую Бог отвечает. И когда мы слышим Слово Больжее и растворяем это Слово своей верой в своем сердце, тогда это Слово приносит что? Пользу. А если оно не растворено верой слушающих, не принесло им пользы Слово Слышанное. Не принесло им пользы Слово Слышанное. Оказывается, опять же, проблема не в Слове, а проблема в нас, в наших сердцах. Я уверен, что многим из вас Бог говорил о вашей судьбе. Бог показывал, где Он вас хочет видеть. В служении, может быть, в группе прославления, может быть, в молодежной работе, может быть, в репцентре, может быть, ты должен служить людям на улице, кормить тех, кто живет там, бомжей, может быть, твое служение в репцентре, может быть, ты просто должен иногда приходить и у пастора дома помочь прибраться. Всякое может быть, я не знаю. Когда я встречался с Филиппом Реннером, он мне рассказывал, как папа его начинал служение. Он мыл туалеты в церкви. Простое, посвященное служение. Он мыл в церкви туалеты. Сегодня этот человек, которого знают во всем мире, и его служение, наверное, самое обеспеченное во всем мире материально. Но сколько плода и сколько пользы приносит его служение. И все его дети служат Господу. А когда-то он, пастор Рик Реннер, просто был верным Богу и делал то, на что он имел откровение и имел поручение. Мы не можем угодить Богу без веры. Да не думает человек с двоящимися мыслями что-нибудь получить от Господа, говорить Слово Божие. Знаете, да не думает. Поэтому нам нужна вера. И я хочу говорить о Гидеоне. Это было тяжелое время для израильского народа. Это шестая глава книги Судей. Шестой стих. Совсем не обнадеживающе звучит. Весьма обнищал Израиль. Я не думаю, что Бог избрал Израиль для того, чтобы он обнищал. Но он обнищал. От чего? От маденитян. И возопили, написано, сыны Израилевы к Господу. Возопили. Оказывается, евреи от русских тоже не отличаются. От белорусов. Як тревога, так до Бога. Знаете, у нас такая есть пословица. Мужик не грянет. Гром не грянет. Мужик не перекрестится. Ну, еще множество-множество. Можно придумать пословиц. И возопили сыны Израилевы к Господу. И что интересно, что Бог услышал их. Бог услышал их. И сказал, я Господь Бог ваш. Не чтите богов амарийских. В земле, в которых вы живете. Но вы не послушали глаза моего. И пришел ангел Господень. И сел в офре под дубом, принадлежащим Иоасу, потомству Авиезерову. И сын его Гедеон выколачивал. Тогда пшеницу вточили, чтобы скрыться от маденитян. Интересным делом занимался Гедеон. Интересным делом. Я бы хотел назвать мою проповедь, что ты призван быть. Потому что, знаете, первое послание Иоанна, третья глава, говорит так. Смотри, какую любовь нам дал Отец Небесный наш, чтобы нам называться и быть. Не просто называться, но быть. Евангелие Тана. А тем, кто поверил в Него и принял Его, дал власть, быть, быть, опять же, да, быть чадами Божьими. Понимаете, Бог не просто нам дает статус. Знаете, вот дырку вешает христианин. Бог внутренность тебе такую дает. Бог природу тебе свою передает. Бог, не часть, дух тебе свой святой передает. Бог доказал свою любовь тебе тем, что умер Сын Его для тебя. И у тебя есть эта способность быть. Скажи, быть. Я могу быть тем, кем Бог хочет меня видеть. Потому что, если Он меня избрал, значит, Он избрал меня с определенной целью, потому что Бог ничего не делает в холостую. И вот Бог приходит в эту критическую ситуацию, когда израильский народ возопил Ему, потому что обнищал Израиль. Они сеют, они выращивают стада, приходят мадинитяне и все забирают, и все грабят. Философия нашего человека. А зачем тогда работать, если у меня все уже забирают и так? Я лучше не буду ничего делать. Все равно уже заберут, правильно? Но, однако, некоторые говорят, Гидеон был немножко трусливый, поэтому он в Тачили спрятался. Нет, он был мудрый. Он был мудрый. Он спрятался, выколачивал и обеспечивал свою семью. Призвание мужчины, что делать? Обеспечивать свою семью. Когда Бог создал Адама, Он первое не дал ему женщину. Он дал ему работу возделывать и трудиться в Эдемском саду. Мужчины. Я не понял, кто хлопает. Женщины, наверное, да? И знаете, что даже Адам, он же не ходил и не кричал, одиноко мне, плохо мне, одиноко мне. Бог увидел, что нет среди тех, кого он именами называл, подобных ему. Адам был один, но не был одиноким. И поэтому Бог дал ему жену, которая, если надо, за него, а если плохо мужчина ведет себя, против него. Ну, я так думаю, что у вас вообще по-другому в Украине. Ну, у меня в семье так. Когда я выполняю свое предназначение и призвание, моя жена за меня. А если что-то я делаю не так, она может быть и против меня. Потому что она скажет, Саша, вот в этом клубе тебе не стоит петь. И вот на эти телесъемки, на этот эфир тебе тоже не стоит ходить. И вот если тебя приглашают на этом телеканале, у тебя не тот статус, и у тебя другое призвание и предназначение. Не надо тебе туда ходить. И вы знаете, я доверяю мудрости своей жены. Но не всегда, правда. Пастор большой церкви выходит за кафедру. Мессианская община, 20 лет спустя. 20 тысяч прихожан, пастор. Раби Валентин выходит за кафедру. Ну, я не знаю, может быть, ты, Валентин, определил размеры сам? Да. И обращается к пастору. Братья и сестры, скажите, кто лет вот 10 или 15 живет совместной жизнью и ни разу за годы совместной жизни не поругался. Поднимите, пожалуйста, руки. Ну, знаете, 20 человек подняло руку. Тогда пастор обращается ко всей тысячной церкви и говорит, братья и сестры, помолимся за этих обманщиков. Смеетесь, потому что история правдивая. История правдивая. И Гидеон занимался делом. И первая мысль, которую я сегодня хочу вам дать. Бог призывает тех, кто уже занят делом. Потому что человек, который занят делом, это уже ответственный человек. Это человек, которому, значит, еще что-то можно поручить. У него есть опыт, у него есть ответственность, и он уже занят делом. Поэтому займи себя делом. Начни делать то, что ты можешь делать. Самое простое, самое элементарное в Царстве Божьем. И Бог будет тебя использовать. Будешь верен малому, над многим тебя Господь поставит. И я сказал, это Слово Божие говорит, и это истина. Бог находит человека, который уже занят делом. Гидеоном. И Бог через ангела обращается к Гидеону и говорит ему, ангел, Господь с тобою муж сильный. Знаете, Гидеон сразу, наверное, посмотрел по сторонам, где ангел Божий увидел мужа сильного-то. И с кем это Господь? Он-то на себя совсем по-другому, наверное, смотрел. Точно так же, как мы смотрим иногда на себя. Вот, это Абрамович, это вот Абрамович, Роман Абрамович. Это очень богатый человек. Ну, знаете, Роман Абрамович с нуля тоже сделал свое состояние. Как он это делал, это уже другая пробовать, я не знаю. Но, тем не менее, сегодня многие люди, которых мы видим в мире, это не значит, что они легли спать Иванушками-дурачками, а проснулись принцами и красивыми такими, понимаете? Бог как не работает. Бог призывает обычного человека и через него делает необычные вещи в этом мире, чтобы слава принадлежала не обычному человеку, а не обычному Богу. И вот Бог находит Гидеона и говорит ему, Господь с тобой муж сильный. И Гидеон сказал ему, Господин мой, если Господь с нами, то от чего постигло нас вообще вот это все? Где все чудеса Его, о которых рассказывали нам отцы наши? Говоря, из Египта вывел нас Господь. Ныне оставил нас Господь и предал нас в руки мадинитян. 14 стих. Господь возрев на него сказал, иди с этой силой твоей и спаси Израиля от руки мадинитян, я посылаю тебя. Первая мысль, что Господь говорит, Господь с тобой муж сильный. И потом, знаете, идет такая песня жалости, и песня такая, плохо, дай пожить еще чуть-чуть. А Бог говорит ему, иди вот с этой силой. С какой силой? Что ты муж сильный и Господь с тобою. Иисус сказал, я избрал вас, я призвал вас, чтобы вы шли и приносили плод. И я не оставлю вас. Я с вами до скончания века, я не оставлю вас. Иди с этой силой, иди с этой силой и освободи мой народ, говорит Бог Гедеону. Гедеон продолжает дальше плачевную песню. 15 стих. Гедеон сказал ему, господин, как спасу я Израиля? Вот и племя мое в колене Монасиным самое бедное, и я в доме отца моего младший. И сказал ему Господь, я буду с тобой, я буду с тобой, и ты поразишь мадинитян, как одного человека. Точно так же нам и Господь говорит, иди и делай вот это. А мы говорим, у меня ресурса нету, а у меня смелости не хватает. Ничего страшного. Если у кого-то нет мужества, знаете, как Бог дает человеку мужество? Ставит в такие ситуации, где мужество рождается. Не просто падает мешок мужества, о, все, я мужественнее стал. Бог ставить будет тебя в такие ситуации, где будет рождаться мужество, где будет рождаться вера. Но ты все преодолеешь, потому что Он избрал тебя. Ты муж сильный, ты девушка сильная. Господь с тобой сестра, Господь с тобой брат. И если Бог призывает человека, то Бог призывает человека для того, чтобы он что-то сделал в его царстве, сделал работу. Поэтому Бог говорит Гидеону, ты освободишь мой народ от мадинитян. Посмотрите, Моисей, он тоже говорил Богу, ну, там же мои души ищут в Египте. Я слабый, я плохо разговариваю, я не все буквы выговариваю. Бог говорит ему, что ты имеешь в руках своих? Он говорит, у меня палка, обычная палка, посох. Бог говорит ему, брось эту палку, он бросает эту палку, эта палка превращается в змея. Говорит ему Господь, подними, схвати змея за хвост. Он хватает змея за хвост, и этот змей превращается тогда обратно в пастушичий посох, в обычную палку. И смотрите, через этот посох Бог совершил все казни и все знамения в Египте. Потому что я точно знаю, что у каждого из нас хоть какой-то посох в жизни имеется. Хоть маленький талант до 100% есть, потому что без талантливых людей не бывает. И как тот же Майлз Монро говорит, что знаете, что на кладбище похоронены не просто тела и люди. На кладбище похоронены несостоявшиеся поэты, несостоявшиеся музыканты, несостоявшиеся архитекторы, пастора, священники, служителя, учителя, рабочие, водители. Множество людей, которые получили от Бога жизнь, но не знали, что делать с этой жизнью. Может быть, сегодня здесь есть человек, которому я прямо в сердце, я говорю это слово послание сегодня, но кому-то я, может быть, говорю это послание конкретно. Тебе уже говорили о том, что тебе необходимо покаяться, что Бог любит тебя, что тебе необходимо восстановить взаимоотношения с Богом, что у тебя вообще нет уже взаимоотношений с Богом и твоя жизнь это просто какая-то пустая, пустая, сухая пустыня, по которой ты идешь и не имеешь никакого вкуса жизни. Нету зелени там вообще и тебе тяжело, и ты вроде все ритуалы выполняешь, религиозно приходишь на все собрания, но чего-то тебе не хватает. Господа Бога не хватает, призови Его, обратись к Нему, поклонись Ему, откройся Ему и спобедуйся перед Ним. Открой свой грех, как говорил Давид, пока и не открыл грех свой, все внутри Его просто-напросто пересыхало. Бог призывает обычного человека в этом мире для того, чтобы сделать необычные вещи. Смотри, какую любовь дал тебе Бог, чтобы ты был, способность тебе Господь дал быть. И дальше Гидеон говорит, если я обрел благодать пред тобою, подожди секундочку, подожди секундочку. 17 стих. Гидеон сказал ему, если я обрел благодать пред очами твоими, то сделай мне знамение, что ты говоришь со мною. Не уходи отсюда, доколе я не приду к тебе и не принесу дара моего и не предложу тебе. Он сказал, я останусь до возвращения твоего. 19 стих. Смотрите. Гидеон пошел и приготовил козленка и опресноков, изъев им муки. Мясо положил в корзину и похлебку влил в горшок и принес к нему подуб и предложил. И сказал ему ангел Божий, возьми мясо и опресноки и положи на сей камень и вылей похлебку. Гидеон так и сделал, написано в Слове Божьем. Мы читали историю, и она начиналась с того, что Израиль обнищал. Но когда Господь Бог призывал Гидеона, Гидеон уже понимал, что он избранный, что Господь с ним, что он муж сильный, Бог ему это сказал. И он просто просил у Бога знамения. Израиль обнищал, однако Гидеон побежал, принес ягненка и принес Ефу муки. А Ефу муки, между прочим, 39 литров. 39 литров, знаете, но Ефу муки принести почти 40 литров или 40 килограмм, если так можно сказать. Я не знаю соотношение литров и килограмм в крупах или в муке. Но тем не менее, 39 литров Ефа муки. Не от избытка, он был беден, но от того, что встреча с Богом у него произошла, он принес эту жертву Господу. И следующее, что я хочу сказать. Если Бог призвал тебя, если Бог показал тебе, кем Он тебя видит, если у тебя уже есть видение от Бога, если у тебя есть мечта, которая горит внутри тебя, запомни, что цену за мечту и за твое призвание никто другой платить не будет. Будешь платить ты лично сам. Это твоя жизнь. Это твое призвание. Это твоя цель. Это твоя мечта. Это твое предназначение. Поднимайся и иди. Принеси в первую очередь жертву хотя бы свою ленью. И начни что-то делать для Бога. Многие смотрели на нас, на группу Новый Русалим, когда у нас уже были студии, дорогие, хорошие инструменты, гитары. Когда у нас уже были записаны альбомы. Но никто не знает, что в течение года мы ездили в Москву, в церковь, в которой не было группы прославления. В 92-го по 93-й год каждую субботу садились в поезд, ехали ночь. В воскресенье утром выходили в Москве, завтракали, играли прославление, садились в поезд и ночь ехали назад в Минск. Год. Каждые выходные год. Никто не видел. И это была не очень такая прославленная работа. Потому что тяжело было купить билеты. Сегодня я могу купить билеты, даже если их нет. Потому что меня узнают и сделают мне скидку. Найдут для меня билеты. Или я позвоню тем людям, которые могут мне помочь. Но мне сегодня 44. А тогда мне было 21 с ребятами. И билетов в кассе не было. Это был 92-й год. Развал Советского Союза. Все было. И в один момент все исчезло. Особенно зимой, когда едешь в неотопленном вагоне и примерзаешь к боковому стеклу промерзшему. Но ты знаешь, ради чего ты это делаешь. Знаешь, что если ты будешь вот в этом малом верен, Бог даст тебе многое. А мы верили в то, что Бог призвал нас для того, чтобы мы через музыку помогли многим подросткам и молодежи и другим людям найти Бога и встретиться с Богом, с которым мы встретились в своей жизни. Вадим, наш клавишник, он не выговаривал некоторые буквы. Мы были на конференции. Господь прикоснулся к нему. Он был кортавым человеком, стал исцеленным, здоровым человеком. Мы едем вместе в автобусе. И он ко мне поворачивается и говорит, на горе арарат растет виноград. Я вообще не понял, зачем он говорит, я еду, там размышляю над словом пастора, знаете. И он говорит, Саня, я Р начал выговаривать. Когда его жена Татьяна была беременна двумя малышами, двойные, они пришли к врачу. Врач сказал, девушка, делайте аборт. У вас плод мертвый. Таня вся в слезах. И Вадим говорит, мы не будем делать аборт. И она родила двух парней. Сегодня парни такие песни пишут, что ему уже по 19 лет. Учатся в Киеве, там в музыкальных колледжах. Один там на режиссера, другой уже музыку пытается к фильмам писать. У него сегодня четверо детей и пятая девочка Виктория. Четыре больших сына крепких. Бог изменил судьбу этого человека. Родился парень в обычном поселке, город Пуховичи, Минский район. Сегодня, когда мы выходим петь с командой моей песню «Любовь в ладонях» на каких-нибудь больших концертных площадках, где по 30-40 тысяч человек собираются, аудитория, когда нас приглашает какой-нибудь мобильный оператор, чтобы мы в рекламной акции участвовали и работаем с различными российскими звездами. И когда мы выходим и начинаем петь песню «Давай, любовь, свою любовь в ладонях нести». Просто можно класть в микрофон и 30 тысяч человек эту песню допоют до конца, потому что каждый из них знает слова. И эта песня была написана Вадимом. Человек просто когда-то поверил в то, что Бог призывает его и был уверен в малом. Мы работали в 93-м году, сотрудничали с одной миссией. И мы так горели для Господа. Мы так горели для Господа. Сейчас мы еще больше, конечно, горим, но тогда мы так горели для Господа. И нас пригласили католики поучаствовать в фестивале музыкальном. И еще один американский музыкант приехал в Москву, Рэнди Бауэр. Он арендовал кинотеатр «Октябрь» на Новом Арбате, и первый христианский фестиваль музыкальный решил сделать в Москве. И мы согласились там участвовать, и мы пришли к директору миссии, с которым мы работали. Мы говорим, Джон, мы хотим вот выступить там и выступить там. А Джон говорит, не-не-не-не-не, я вам не разрешаю. Знаете, мы полтора года такие верующие в Бога ребята, и мы понимаем, а почему нам человек не разрешает? У нас же нету на эти сроки, на эти даты, на эти времена никакой работы совместной, ничего. Почему мы не должны ехать и с братьями, католиками, и вот в Москве служить Богу и проповедовать Евангелие? Мы настолько были безумны, настолько просто верили, что нас никто не может остановить. И когда мы сказали, а если мы пойдем и будем с ними участвовать и сотрудничать? Он говорит, ну вы лишитесь финансовой поддержки тогда. Я просто уволю вас за непослушание. Нас тогда благословляли где-то по 50 долларов в месяц. В 93-м году, в 93-м году это были нормальные деньги. Можно было за 5 долларов поесть месяц и за 10 кроссовки купить. Сейчас уже времена другие. Сейчас только некоторые 5 в церковь жертвуют. Кто-то 10, кто-то больше. Ну кому как Бог дает. Вы знаете, и мы приняли решение, и мы пошли и играли с католиками, мы пошли и выступали на Арбате, и пели, и мы потеряли работу. Мы потеряли 50 долларов в месяц. А в следующий месяц нужно было содержать семьи, в следующий месяц нужно было оплачивать жилье съемное. Мы начинали, у нас была одна гитара, вообще ничего не было, с нуля. И я думаю, что Гидеон, которого призывал Бог, чтобы он сражался с мадинитянами, он не был профессиональным воином. Он был, его имя было отважный воин, но он был парнем, который выколачивал, сточили пшеницу. А Бог вот берет таких парней, источило, достает, дает им заточило, и они идут сражаться с мадинитянами и эмаликитянами. Когда Бог призывает нас, друзья, нет ничего невозможного. Мы взяли пост, мы стали молиться, стали поститься, и Бог дал нам откровение. Деяние 5 глава 29 стих, когда апостол Петр стоял в Синедрионе, когда Синедрион, первосвященники запрещали ему благовествовать об имени Иисуса, он сказал такие слова, должно повиноваться больше Богу, нежели человеку. Мы сказали Джону, должно повиноваться Богу больше, нежели человеку, и с католиками участвовали в фестивале, выступили в Москве на фестивале и взяли пост. Когда не за что кушать, надо поститься. Когда есть за что кушать, надо тоже поститься. И мы постились. И через неделю после нашего поста наш директор, администратор подошел и сказал, только что мне позвонил, сегодня, вернее, мне позвонил Карл Ричардсон, это человек, который начальником стоял над Джоном, и который возглавлял евангельскую работу по всему миру одной большой, крупнейшей пятидесятнической церкви в мире. Он узнал историю о нас и историю о Джоне. Он извинился за этого служителя, и он сказал, ребята, я хочу вас пригласить в Соединенные Штаты Америки, я плачу вам билеты, я предоставлю для вас студию, я организую для вас в девяти штатах 26 выступлений, и вы сможете записать свой первый альбом совершенно все бесплатно. Для Бога нет ничего невозможного. И в девяносто третьем году мы впервые попали в Америку, и запишали наш альбом «Бог святой». И приехали мы с Америки как тельцы упитанные, потому что первый город, где мы выступали, Техас, Тейлор. Мы были первые русские, которые в Тейлор приехали. Мы выступали в Чочок Гат на богослужении, потом нас отвели в барбекю, ресторан. И вот все мясо, которое там было, все виды, мы попробовали. И так от ресторана к ресторану, от обеда к ужину. Я когда домой приехал, моя жена не узнала меня. Я большой был, как тельец упитанный, взыгрался просто. Вот что Америка делает с людьми. Но это не Америка делает, это наша похоть. Это наша плоть, с нами такие вещи делает, друзья. И вы знаете, мы были первые русские, которые в Тейлор приехали. Мы сидели в аэропорту, чтобы лететь дальше, через Даллас, в Тампу, на нашу базу, в штат Флорида. И ABC News нас показывала по новостям, потому что мы были первые русские, которые из себя видели верхом на ранчах, на лошадях. И come on, come on. Два слова знали. Where is restroom? Coca-Cola. I wanna eat. И come on. И когда мы приехали домой, мы привезли альбом, который назывался «Бог святой». 93-й год. Нас приглашают на первый национальный телеканал, чтобы мы участвовали в рок-фестивале таком телевизионном. Знаете, все рокеры, они в таких в обрезанных джинсках, ботинки, камелоты, такие волосатые, все в серьгах, ребята. И вот так вот головами трясут. Тогда была группа «Экстрим», популярная «Металлика». И все такие. Пришли мы на сцену. Черные брюки, белые рубашки, галстуки, двубортные пиджаки и гелем зачесанный с пробором волос. Вот такие вот щеки. Вот примерно такими, какими нас Валентин видел тогда в 94-м или 95-м году в Америке. И вот эти пацаны-рокеры. И вышли мы. «Эй, улыбнись, Иисус дарует жизнь с избытком. Он Господь, Господь, Он Бог, Он Царь. Ты в это веришь, скажи аминь. Мы без Него никто». И, в общем-то, вот такую вышли песню. Не стесняешься слова Иисуса. «Аллилуйя», кто мы без Него, кто мы с Ним. Короче, как дали жюри в шоке, и нам первое место. «Конечно, в кулуарах музыканты ходили там и, знаете, исплотничали. Вы слышали, как у них фонограмма звучит? Ну, конечно, мы же в Америке записывали. Мы-то слышали, как у нас звучит фонограмма. Но прежде, чем мы эту фонограмму записали, через что нам пришлось пройти? И вот Гидеон приносит вот эту жертву Господу. И ангел Божий стирает жезл. И это все сгорает. И Гидеон понимает, что ангела видит. И он в страхе падает, потому что верит, что, видя что-то сверхъестественное, они должны умереть. И тогда Бог открывается ему и говорит, не бойся. Как сегодня Валентин проповедовал и говорит, не бойся. Бог сказал Гидеону, ты муж сильный, я с тобою, ты одолеешь их. И не бойся, я твой мир, я твой шалом, я твой покой. И кажется, все, раз, и должен уже пойти Гидеон сражаться. Однако, нет, 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 история имеет продолжение. Бог говорит, ты должен разрушить жертвенники и капище Ваала, которому твой папа ходит, поклоняется. Ой, покуситься на богатство и на то, что ценит папа, и на то, что ценят, и куда ходят, кланятся там все жители и соседи твои. Это как же так, ну, Бог, можно было сказать, Бог же, мы же так не договаривались. Ты же сказал, что я пойду и одолею их. Так может, я пойду и одолею их? Оказывается, нет, нужно сначала разрушить то старое, то поклонение, которое не работает, которое неэффективно и которое не истинно. И Гидеон боялся это сделать днем, он сделал это ночью. Он взял тельцов у отца и принесли жертвы к Господу. Утром, когда жители города проснулись, они начали расследование сделать и узнали, что это сделал Гидеон и что он находится в доме отца. И пришли к дому отца и говорят, пусть он выйдет, мы хотим его убить. Как вам такой поворот событий, когда Бог тебя призвал, такие знамения ты видел, а потом приходят люди и говорят, мы тебе кирдык башка будем делать, потому что ты разрушил объект нашего поклонения. Но за всем этим стоял Бог и отец Гидеона, который, кстати, тоже туда ходил поклоняться, он вышел и сказал, если вау Бог, пусть сам за себя заступится. Видимо, папа его был авторитетным человеком, раз его слова послушались. И все отстали от Гидеона. Все отстали от Гидеона. Если сейчас идет трансляция, я хочу обратиться к пастырам, к отцам. Я верю в то, что молодежь, она может приносить большой плод для Бога. Может быть, она будет служить и делать не так, как делаете вы или делали 20 лет назад. Совсем по-другому. Но если молодежь горит и хочет служить Богу, не обрезайте ей крылья. Они хотят служить. Это самое главное. Второе самое главное. Они хотят служить Богу. Они сделают это не так, как вы. Самое главное не так, как они сделают. А кому они это сделают? Они сделают это Господу. Богу. Нет, мы играли 20 лет на баяне. Пусть они тоже на баяне прославления слушают. Я радуюсь мудрости нашего пастора. У нас в одной из базовых церквей, знаете, очень много бабушек. Ну, баптистская церковь. Бабушки – наша семья. Мы их любим. Поэтому у них в 9.30 поет хор. И бабушки – Аллилуйя. Та-та-та-та-там. Та-та-та-та-та. А в 12.30 приходят молодежи. Аллилуйя, Иисус живой. И никто друг другу не мешает. И все счастливы. И Господу поклоняются не только в 10 утра, но в 9.30 и в 12.30 звучит на этом месте хвала и слава Господу. От разных возрастных групп. Есть служение байнистов, есть служение гитаристов. И это прекрасно. Когда мы можем разделять. Иисус тоже не набрал команду равинов. Он был один равин, ему достаточно было его одного. Он набрал совершенно разных людей с разными задатками, с разными способностями, чтобы каждый из них сделал то, что не может сделать другой. И наша уникальность заключается, друзья, как раз таки в том, что мы такие разные можем делать Божью работу. И каждый по-своему. И Богу это приятно. Знаете, я благодарен Богу, я благодарен моему пастору Вениамину. Потому что когда мы покаялись, мы сделали первый свой концерт в 92-м году. На Дома есть первая афиша, отпечатанная на принтере А4-го формата. Концерт крестьянской рок-группы «Новый Русалим». Вся баптистка, пятидесятническая общественность города Минска узнала, что у пастора Вениамина рок-группа будет давать концерт. Мы арендовали этажи звука. Мы арендовали много света. У нас были майки с черепами, рваные джинсы. Мы только покаялись. И Вениамин говорит нам, после покаяния, через 4 месяца делаем ваш концерт. И мы сразу сборник «Песнь Возрождения» есть такой, знаете сборник? Вот это вы знаете, а я такого сборника в жизни не видел, только когда покаялся увидел. И там вот была песня «Разве рано отдать тебе сердце Христу, чтобы дальше во мраке блуждать? Спасением божественным пренепрежешь, не приняв его благодать». И в нашем исполнении она звучала «Неужели уйдешь, не приняв Христа, чтобы дальше во мраке блуждать?» А какие-то те песни вообще по хэви-металу звучали. И когда мы играли свой первый концерт, знаете, мы всех хотели удивить. Ну, шоу-бизнес – это такая сфера, где все друг друга должны удивлять. Не творчеством, так голыми местами. Ну, а мы арендовали много-много газовых таких горелок. И арендовали, знаете, такой мужичок сидел на газовой горелке, и она на сцене горела. И он так огонь вот так вспыхивал. Сейчас это китайцы придумали такой прибор, там сидит человек, кнопочка раз, там, ху-ху-ху. Вот, да. Вот слава Богу, что вы не поджигали. Потому что я сегодня с Антоном стоял, кто-то как дым включил. Я думал, все, я уже вознесся или спустился. Понимаешь, я уже покаялся там пять раз. Вот. Но, и знаете, когда мы вышли играть, у наших братьев и сестер из баптистских петчанических церквей у них были очень большие глаза, потому что они слышали знакомые слова, но музыка совершенно не их была. И когда Вадим делал на клавишах прыжки, барабанщик бил так, мужик, короче, за кулисой открывал газовый кран и вспыхивал огонь. Это был стресс, это был реальный стресс, друзья, для очень-очень многих людей. Но когда мы призвали к покаянию, 21 человек где-то вышел и покаялся, и принял Иисуса Христа своим Господом и Спасителем. А? Ты бы тоже покаялся? Так надо нам чаще огонь использовать и людям показывать, что вот это будет, вот это легкое веяние ада. Поэтому я верю в то, что старшие должны поддерживать младших. Не обламывать их, а должны поддерживать и помогать им служить. История имеет продолжение. Гидеон испытывал Бога, просил у Бога знамения, расстилал шерсть, она становилась мокрой, а трава была сухой. Потом, наоборот, шерсть была сухая, а трава была мокрая. И потом, когда Гидеон пошел сражаться, дважды Бог ему сделал обрезание войска. Дважды он Бога испытал, дважды Бог ему сделал обрезание. Помните, когда, скажи, обратись к людям, кто боится и не хочет идти, пусть идут домой. И много людей ушло от него. Потом говорит, пусть бегут к ручу и смотри, кто как будет пить. И кто там локал так, другой локал так, и все еще отошли. 300 человек осталось всего. И Слово Божие говорит, что они отдалили, по-моему, армию, там, больше 120 тысяч человек. Но они сделали это с Богом. Они сделали это с Богом. Когда мы начинали, друзья, все, что у нас было, вера, то, что мы призваны Богом, что мы избраны Богом, и что у нас есть способность быть теми, кем Он нас хочет видеть. Как Гидеон, уповая на Бога, совершил вот эти победы. Точно так же мы верили в то, что наша музыка может звучать на радиостанции, и она сегодня звучит. Мы верили в то, что Бог будет использовать нас для того, чтобы молодое поколение, оно отказывалось от наркотиков, от беспорядочных сексуальных отношений, обращалось к Богу, и верили в то, что на этой земле есть настоящая любовь, и они могут быть счастливы в семье. В 93-м году мы молились, и Бог дал мне такое видение. Я видел большого змея, и просто меч отрубил ему голову. И из этой, когда голова отлетела в сторону, и змея полилась не кровь, и змея пошли люди, которые начали выходить на свободу, которых Бог освобождал. И я верил, что музыка – это то оружие, которым мы сегодня можем освобождать, и через которым оружием мы можем освобождать людей и приводить их в Божие присутствие, приводить их в Богу. Мы сделали однажды акцию, которую назвали «Радость почты», совместно с музыкальной газетой, одной из газет в нашей стране. К 8 марта мы сделали девушкам подарок. Мы отправили 100 кассет, взяв адреса в музыкальной газете, отправили 100 кассет по адресу различных девушек в Белоруссии, и сделали рекламу в газете. Девчонки, на 8 марта загляните в газету «Радость почты» совместно от музыкальной газеты и группы «Новый Русалим» вас ждет подарок к 8 марта. И прошло 8 марта, прошло 12 марта, 16 марта, и к концу месяца нам стали приходить письма, благодарственные письма от девушек, которые получили вот эти бандероли, наши кассеты в подарок. Где были песни «Божий дизайн», где была песня «Я знаю любовь», где была песня «День как день», где была песня «Дай мне руки». И одно письмо было от девушки, которая хотела покончить с собой. Она шла из школы, старшеклассница, и она уже приняла решение, что она покончит с собой. И когда она заглянула в почтовый ящик, там было извещение на ее имя и ее фамилию. Она была фанатка группы «Нирвана». Она удивилась, что ей кто-то прислал какую-то бандероль. Она пошла на почту, получила эту бандероль, пришла домой, поставила кассету и стала слушать песню «Божий дизайн». Потом, я знаю, любовь не бывает игрой. Я знаю, любовь не бывает неверной. Я знаю, любовь не бывает второй. Я знаю, любовь может быть только первой. И она написала нам, вы спасли мне жизнь. Вы спасли мне жизнь. И сегодня, когда многие пишут мне, когда я езжу по многим странам, ко мне подходят очень многие люди. Одна история произошла в Киеве. Мы снимали там небольшой такой фильм обо мне. И все время со мной ходил оператор такой, мужик бородатый такой мужик, знаете. И в конце он подошел, «Александр, я хочу вас поблагодарить. Я вырос на ваших песнях». И я подумал, ой-ёй, какой я старый, если этот мужик бородатый благодарит меня. Я знаю, любовь может быть только первой. Любовью вечной возлюбил Господь каждого из вас. И то, что Бог избрал Гидеона, это проявление его любви к его народу, чтобы дать ему свободу, чтобы дать ему хлеб насущный, чтобы дать ему благословение, исцеление и процветание. Субтитры создавал DimaTorzok